МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С детства мечтала стать балериной и даже стала профессиональной танцовщицей. Но семья и дети изменили ее судьбу. Она стала модельером и в своих коллекциях воплотила изящество балерин и воздушность, женственность нарядов. Стоит отметить, что она в платьях была красовица Анастасия Стоцкая, Ксения Бородина, Виктория Боня, Статья Казанова, Александра Савельева, Валерия Молотова и Парис Хилтон. Доброе утро. А сейчас еще Елена Михайловская, Наталья Бабина. Доброе утро. Доброе утро. Мы просто в восхищении от ваших таких действительно... Очень красиво вам в этом платье, прям роскошно. И размер все, прямо вообще все подошло. Прямо как в литое сидит. Вот эти наряды будут ли представлены на неделе моды, которая уже вот-вот 26 марта стартует, да? Да, стартует 26 марта. Сейчас вы в платье из коллекции «Весна-лето» 2015. Это вот грядущий сезон. Это сейчас все модницы, все девушки приходят к нам в бутик и меряют уже и покупают эти платья. То есть оно уже доступно также дать на продажу? Да, все верно. А в рамках недели моды мы представим коллекцию «Осень-зима» 2015-16. Это те наряды, которые будут доступны в сентябре, и вы уже будете утепляться в зиму. То есть там уже пальто, пойдут шерстяные платья и новогодние, так сказать, наряды. Ах, конечно. А вот здесь что-то тоже можно утеплиться, я смотрю. Ну, это, в принципе, мех. Это тренд сезонов нынешних всегда. Это мех ламы. И даже весной и даже летом модницы носят меха. Сейчас это очень актуально. Это же непременный атрибут. Да, да. Ну, это элемент роскоши, гламура, что сейчас, конечно, очень актуально. А что еще, кстати, актуально? Вот «Светлая тона» мы уже сегодня услышали пастельная гамма, да? Да, пудровый очень актуальный цвет, розовая пудра. И молочный с черным классическое сочетание опять возвращается. В какой-то момент был цветочный принт в моих коллекциях. Он тоже был такой разноцветный. Вы, может быть, помните, немножечко русский, такой немножко деревенский местами. Сейчас все-таки возвращается к классике. Вот. И поэтому в моей коллекции тоже всего три цвета сейчас присутствуют. Таким образом, коллекция более чище, более структурная и более понятна как бы людям. Вот мне интересно, я знаю, что вы не производите одежду для мужчин. Да. А может быть, в будущем нет? Будет, да, будет. Потому что мы некоторым... Потому что я сегодня остался безучастен. Почему? Он может примерить вот это вот? Мы справим положение. У нас будут бархатные именно пиджаки для мужчин. Они очень актуальны, их спрашивают. Можно надеть с джинсами, с лоферами. Ну, в общем, бархатный пиджак мужчина применить может. Конечно, на рубашке, там, нижнее белье или какие-то еще брюки мы шить не будем. А вот какие-то роскошные пиджаки для... А аксессуары, может быть, тоже нет? Мужские какие-то? Вы знаете, женщины почему-то не одевают активно своих мужчин. Немножечко как бы на себя больше тратят. Вот, поэтому, ну, как бы делать прям такую огромную полноценную коллекцию для мужчин, наверное, попозже чуть-чуть. Что касается вот моих сегодняшних нарядов, было три наряда. Да. Значит, такой вот тоже барышня, такой первый был наряд. Из унисонных ветром такое ощущение, что мы окунулись какие-то в те годы, Лене еще нужно было шляпку такую и отправиться на скачки смотреть, как это обычно происходит в таком форме, конечно. Отправить в кругосветное путешествие. Вот. А второй наряд, это был, вот, похоже на ваш такой строгий стиль учитель. Братичок, да, тот же. Да, да. И сейчас некий такой вот, что ли, наряд невесты, потому что в белом, наверное, нечто такое воздушное. Вот если прокомментировать, это основные такие тенденции, да? Ну, это, во-первых, стиль именно моего бренда, в моих коллекциях. Это прослеживается через все сезоны, так или иначе, вот эта женственность, очарование, бантики, немножко винтажной какой-то тематики. Это очень трогает девушек. Конечно, мужчин очень трогает, потому что, ну, женщина приобретает образ очень нежный, очень такой очаровательный. Конечно, наряды очень нравятся всем нашим поклонникам, поклонницам. И поэтому мы всегда, так или иначе, и бантики, и кружево применяем. И это очень актуально в наших коллекциях всегда. Белла, хотелось бы к дефиле, наверное, перейти, те, кто будут ходить по подиуму, девушки. Мы знаем, что среди вот всех есть Кира Дегтяр. Так, да, вот мы сейчас готовимся к нашему показу, который состоится 31 марта в рамках Mercedes-Benz Fashion Week. И я сейчас была недавно в Милане на неделе моды. Сейчас, как вы знаете, по всему миру пронеслись недели моды. И, значит, уже они были сначала в Нью-Йорке идут, потом в Лондоне, затем в Милане, вот на которой я была. И сейчас вот заканчивается она в Париже. Да, Парижем. И я сейчас была, посмотрела все показы. И мне очень хочется, конечно, чтобы наши русские дизайнеры, я в том числе тоже приобретаю такой европейский уровень дефиле, шоу. Я очень много смотрела, у меня там с 9 утра просто и до 9 вечера показы каждый час были. Это мировые дома и Роберта Кавали, Гуччи, Прада. И что я хочу сказать, я очень захотела участия какой-то мировой топ-модели в моем показе, потому что там очень актуально. Все известные на моду, они прямо мировых известных топ-моделей как бы приглашают. Просто для наших зрителей, кто не знает, кто такая Акира... Мы сейчас напомним. Напомним. Да, и я вот как бы обратила внимание. Низкая гимнастка. Успешно работает в Европе и Америке и является лицом многих известных брендов. В России они заговорили после скандального участия в реалити-шоу о модельном бизнесе «Глянец» и конфликта с его ведущей Наоми Кэмпбелл. Чем не угодила русская красавица «Черной пантере» доподлинно неизвестно. По словам Дегтяр, Кэмпбелл ненавидит русских. Представители американской топ-модели уверяют, что у Киры были проблемы с психикой до знакомства с Наоми. Тем не менее, телеканал «Оксиджен» оплатил Дегтяр лечению психотерапевта после того, как она выбыла из проекта. Почему вы попали на Киру привлечь внимание таким образом? Нет? Я не знаю. Может быть, она действительно вызвала чувство конкурентности у Наоми. Она действительно красотка. Она такая скуластая. Она очень перспективная. Но вы не доводите Киру. Я не буду, я буду уберечь. Хорошо, сработали. И у меня образ, у меня сейчас коллекция «Осень-зима» именно такая очень классическая, но при этом я образ такой бунтарки, очень уверенной в себе, роскошной, собранной такой. И я поэтому решила обратиться именно к образу Киры, потому что она именно такая, она очень уверенная в себе, немножко бунтарка. И мне это очень подходит. А как вы вообще модели отбираете для своего дефиле? У нас проходит кастинг. Кастинг. Вы лично присутствуете? Ну, каким параметром это все происходит? Конечно. Вчера, например, у нас состоялся кастинг, и присутствовало около 170 даже более моделей. Да, они дефилируют передо мной. Я выбираю. А хочется, кстати, услышать мнение о модели нашей Наташи Бабиной, которая целое утро сегодня тоже демонстрировала ваши наряды, у нее была автосессия. Как она вообще? Вы успели познакомиться за кадром с ней, и она, конечно, не модель, только начинающая еще, по всей видимости. Ну, вот как наш корреспондент попробовала себя в этом плакать. Вы знаете, я просто когда зашла в студию и увидела всех девушек вместе, я, честно говоря, не поняла, кто корреспондент из них, а кто модель. То есть, поэтому можно сказать, что она идеальная модель, потому что вот их стояло пять девочек, и она очень гармонично, значит, вливалась в общем. Прямо сейчас, я думаю, у нас будет возможность увидеть всех девочек. Они были как раз-таки, да, только что. Я думаю, что у Наташи все только начинается. Если что, может сменить профессию, подработать. Ну, в любом случае, мы сейчас оценим, и, собственно, оценим то, что на девушках надето. В любом случае, дефиле в прямом эфире, собственно, мини-такой показ от Беллы Потемкиной. Дефиле в прямом эфире в прямом эфире. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...